Почему вы решили сдаться? А за что я воюю? Меня закинули вперед. Сховали в яме и забыли про меня полностью. Без питания, без связи. Вода была. Что вы вообще думаете по поводу войны? Что оно не нужно никому. Налево заходим. Как вы себя чувствуете? Намного лучше. Вы ранен? Ударился, когда бил. А так нет. Как вас зовут? Нога подвернута. Рома. Фамилия? Дзюба Роман Сергеевич. Вы военнослужащие украинских войск? Национальная гвардия, 30-30. Это ОГПшная группа. Ходить по городу, например, дивиться за алкоголиками, наркоманами. Розгонять. Для этого я его нашла. Сюда? Примусово. Вы контрактник или мобилизованный? Мобилизованный, я не служил. А откуда вы родом? В Киевской области. А когда вас призвали? Завтра будет 4 месяца. Четыре месяца как вас призвали, да? Хотели пойти служить? Служить никогда не хотел, поэтому и в армии не был списан по состоянию здоровья. Но пришлось, да? Пришлось. А как вы здесь оказались? Примусово, предварительно пришлось указ в этот штаб, что всех мобилизованих постепенно надо будет вывозить сюда. Я попался в первых списках. Ну вот сейчас, где вы были на позициях, там что происходило? Страшно, что происходило наверное, но я был далеко, меня закинули вперед, сховали в яме и забыли про меня полностью. А командиры ваши где? Не знаю. Ну далеко это вы где находились? На кабинете Азот? Нет. В Метелкино? Да, да. В Метелкино находились, то есть на позициях на передовой? Да, на позицию меня привели кулеметчика и сказали стой тут. Я встал. Ну и все. Два дня там просили. А в основном получается шел стрелковый бой или артиллерийский? То есть по вам кто в чащу попадал, скажем так, артиллерия? У меня с первого дня артиллерия росла. Я там в окопчиках сховался, я из него и не вылазил все это время. То есть в основном получается по вам стреляла артиллерия? Сначала артиллерия, а потом я уже был в кругу. Я уже и не сыпался, я уже кулемета сложил, прикрыл и лежал. Терпите обстрелы, все ждите, все терпите. Все взагалі неправильно. Ничего не доводили, ничего не рассказывали. Ну понятно. Вы сами сдались? Да. Как это было? Я сидел в окопе, пришли из рушницы, я руки поднял. У меня, когда мед был рядом, я даже накрыл специально, чтобы не лекать, чтобы просто так не перестрелили. Чтобы оружия рядом не было, да? Ну да, чтобы просто так не перестрелили. То есть вас оставили одного? Да. А рядом слева, справа кто-то был? Связь с командованием? Не было. То есть просто вас оставили? Да. И как долго вы один так оставались? Майже два дня. Два дня? Да. Без питания, без связи? Вода была. Вода была. И все. А что вы должны были делать? Держать позицию? Наверное. Меня туда просто привели, посадили, сказали посадить. Ну, последний раз командира вы когда видели, который вам дал указание? Когда я ехал туда, на ПСЛ. На позицию? Да. Понятно. Почему вы решили сдаться? А за что я воюю? Я сюда и не хотел ехать. Так еще с таким отношением, ну, вы почти меня, я лучше тут останусь, чем обратно пойду. Лучше живой, да? Да. Ну как, а что вам говорил ваш верховный главнокомандующий Зеленский? Я ее не слушал, не знаю. А что вы вообще вот знаете о ситуации на фронтах, где что происходит? Как-то для вас? Я тут уже трошки поспілкувался с пацанами, то бл**ть. То, что кажут они, то можно сказать, наоборот, кажут наши про их. Угу. Я уже не знаю, кому верить, я уже не знаю, что правда. Ну вот что? Ну, я приходил тут, а пацаны стоят, они кажут, бл**ть, ты пришел на мою землю. Я тут родился, это моя земля, я за ней воюю. Я не знаю этого. Ну вы знаете, что вот там Мариуполь взят? Да. Что Азов сдался? Что Азов сдался? Да. Севердонецк взят. Остался вот комбинат Азот, там еще пока остается группировка. Про это знаете тоже, да? Дальше я уже не знаю. Я вот это то, что вы назвали, еще знал я как-то. Угу. А так. Что Азова вам говорили, да? Да, да. Не скрывали, да? Да. Ну как объясняли эту сдачу? А как можно было высоко просидеть там и не сдаться? Ну говорили, что их эвакуировали, а они не сдались? Ну там да, сначала сказали, но потом уже пошли правильная информация, что все-таки они сдались. Роман, а что вы вообще думаете по поводу войны? Что оно не нужно никому. Что надо все решать письменно. В письменном виде. Надо на чем сходиться одному. Оружие это уже в прошлый век. То есть не должна была быть войны? Нет, не должна. А ваши родные в курсе, что вот вы здесь, что в плен попали? Сегодня, по-моему, уже доложили. Доложили, да? Да. Если хотите, можете какой-то привет передать, два слова кому-нибудь. Родным сослуживцам, кому угодно. Родные, не переживайте. Кажут, что я вернусь, так что... Дочекайтесь. Скажите, как с вами обращаются? Вот я смотрю, у вас есть повреждения. Ну, это я сам себе нанесу повреждения. Относятся хорошо. Ну, вот когда вы попали именно в плен, то есть подошли бойцы, получается, вы им что сказали? Ну, поднимаю руки, я поднял руки. Вставай, пошли. Встал, пошел. Сели, там, броню все подснимал. Пошли, забрали остальные. Ну, и повели меня. Так не избивали, ничего. Ну, то есть каких-то издевательств, пыток к вам не применялось? Я не могу только. В 97-го года. Учет 25 лет вам? Будет. Будет. Если будет. А кто вы по мирной профессии? Будет, наверное, хочу. Как-то очень мразично, Роман. Мясник. Мясник? Да, пекарь, мясник. Благодаря профессии. Следствия разработок. То есть вы, может быть, по мирной профессии, буквально повар? Там можно и так сказать. Ну, вы, честно говоря, один из первых людей, который, честно, говорит о своей военной специальности. То есть до этого мы с кем беседовали, говорили, я повар, я водитель. Получается, действительно, настоящий повар. Да. То есть вы не только по мирной специальности. Понятно. А по военной, получается, пулеметчик? Оказывается, да. Ром, семья, дети? Два брата и девчина. Ну, хорошо. Жена, дети пока нет, да? Жена и детей пока нет? Девчина. Хотел и расписаться. Трошки не получилось. Ну, да. Две детей с прицепом, можно сказать, взял. Или он именно взял. О чем мечтаешь? Вернуться до дома. У тебя есть свои хритмы. Ну, ты понимаешь, что это не быстро сейчас будет? Ну, конечно. Какое-то время пройдет? Да. В Мариуполе очень многие военные пленные для того, чтобы, ну, как-то искупить свою вину и, так сказать, заработать какую-то репутацию, да, они, вот, мы знаем, что многие работали, там, как-то помогали волонтерами, там, в больнице и так далее. Готовы тоже, как-то, вот, работать на восстановление? Конечно. Ну, он ни разу не улыбнулся. Все-таки видно, что напряжен, да, пока. Для улыбок не время и не место, конечно. При таких обстоятельствах, при травматическом, если попали. Так, вот и все. Сейчас будем. Днем рождения. Спасибо. Сейчас мы вас покормим? Угу. Покормим. Вы сейчас отдохнете, а утром мы повезем вас в Луганск. Добрый день. Хорошо? Да. Всего доброго. Давайте сейчас потихоньку здесь. Понавидите? Оп. Руки мы развернулись. Ух ты. Наст poderia поп Ingredients пепелить się. Понавид intim. ли, где uda демон Yupanске с третьей температуры и тела или и instором? Крест ripping mind ИндумIsso? Крест-премедин соп%, Нетля spooky жутки он тебя так читал.